Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, рассматривая два текста, как бы внешне противоположные один другому, первое — послание Петра 3, 15, второе — послание Иоанна 1, 10, мы зададимся вопросом, как проповедовать грешникам и еретикам с кротостью и благоговением. Действительно такой сложный вопрос. Давайте прочитаем сначала первое послание Петра 3, 15. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующего у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением». И текст, который, как бы, противоречит этому. Второе соборное послание Иоанна, 1 глава, 10 стих, но тут в контексте мы еще и 11-й посмотрим. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Ну и все стало совсем непонятным. В одном случае говорится, что надо давать отчет о нашем уповании с кротостью и благоговением. А, кстати, отчет об уповании требует чаще еретики от нас. Они спрашивают, на чем вы основываете эту позицию, на чем вы основываете эту позицию, дайте отчет вашему упованию. А нам и в дом их пускать нельзя. А тут говорится, что общаться надо с кротостью и благоговением. Как это совместить? Давайте посмотрим высказывание святителя Иоанна Златоуста. Это его проповедь о проклятии. «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться о их спасении». И вот благодаря этому высказыванию все становится на свои места. Ересь мы проклинаем, еретиков любим. Поэтому кротость и благоговение, вот само слово «благоговение», а по отношению к кому, к чему, имеется в виду, что каждый человек, он имеет отношение к образу Божию. Ведь Бог создал человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчины и женщины сотворил. Образ — это икона Бога. И, как я часто замечаю, иногда иконы нуждаются в серьезной реставрации. Так и люди. И вот в послании к фессалоникийцам 3 глава 14-15 стих говорится о людях, которые не признавали апостольские послания. Вот сейчас я не вспомню какого-то сектанта, который бы отрицал бы апостольские послания. Они есть и в Библии у свидетелей Иеговы, и у адвентистов, и у пятидесятников апостольские послания. А вот в те времена были те, которые не признавали этих посланий. Но что пишет апостол Павел? «Если же кто не послушает слово наше во всем послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Что интересно, на братском отношении к еретикам настаивает блаженный Августин – это его толкование на псалтырь – и святитель Иоанн Златоуст – это его слово о статуях. Хотя он называет их заблудшими, заблудшими братьями, оступившимися, но братьями. И также блаженный Августин, но у него еще более радикально. Он говорит, будем продолжать их считать нашими братьями, хотя они нас таковыми не считают. Таким образом, в понимании отцов церкви очень важно иметь такие методы вразумления людей, которые не нарушали бы принципа братолюбия. И вот смотрите, что пишет блаженный Августин. Это одна из его проповедей. Кстати, с зоологической точки зрения он неправильно понимает ситуацию. А вот с нравственно-религиозной, христианской – абсолютно правильно. Августин пишет. «Посмотрите на ссору голубей». Апостол сказал, если же кто не послушает слово наше во всем послании, того имейте на замечание и не сообщайте с ним. Это ссора. Но надо иметь в виду, что это ссора голубей, а не волков. Павел здесь же добавляет. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Голубь и когда наносит удар, любит. Волк же ненавидит и когда ласкается. Конец статы. С зоологической точки зрения Августин ошибается. Иногда голуби ведут себя очень агрессивно друг к другу и могут заклевать даже до смерти. Но с христианской нравственной точки зрения он абсолютно прав. Мы не волки. Мы должны быть коротки, как голуби. Святитель Иоанн Златоуст. Это его гомилия на первое послание к Коринфянам. «Видишь ли, как он повелевает ненавидеть худое дело, а не человека?» То есть Павел повелевает ненавидеть худое дело, заблуждение, грех, а не человека, еретика или грешника, блудника, вора, пьяницу. Златоуст продолжает. «Дело дьявола – отторгать нас друг от друга. Он сильно старается истребить любовь, чтобы пресечь путь к исправлению и удержать его ближнего в заблуждении, а тебя во вражде, и таким образом заградить ему путь ко спасению. Если врач будет ненавидеть и убегать от больного, а больной отвращаться от врача, то может ли больной выздороветь, когда он не будет призывать врача, и врач не будет приходить к нему?» Сам Господь пришел в этот мир как некий врач и целитель спасать нездоровых, но больных. Каковыми больными являемся все мы, братья и сестры? Поэтому и сказано, что Христос умер за нечестивых. Древнехристианский священномученик Поликарп Смирнский, это его посланник филиппийцам, он пишет, «Я сильно опечалился из-за Валента, который некогда был у вас пресвитером, что он забыл данный ему сан, поэтому умоляю вас, берегитесь любостяжания и будьте чисты и правдивы». Этот Валент оказался казнохранилищем, связан как-то с церковным, и что-то там похитил. «Воздерживайтесь от всякого порока», продолжает Поликарп Смирнский, «кто сам не может воздерживаться от этого, как он будет проповедовать о том другому?» «Итак, я весьма скорблю братья о Валенте и его жене. Дай Бог им истинно покаяться, а вы будьте благоразумны в этом и не почитайте их за врагов, но старайтесь исправить их, как члены страждущие, а чтобы здраво было все тело ваше. Поступая так, вы сами себя назидаете». Вот здесь Поликарп Смирнский являет пример и образ незлобия. Даже согрешившего против имущества верных, он говорит, продолжайте его любить. «Беда достопочтенный» пишет, это его трактат о семи кафолических посланиях. «Что значит святить Господа в сердцах наших, если не созерцать с глубочайшей сердечной любовью, насколько его святость достойна непостижимой славы? Что есть большая для нас поддержка против козни и жестокости страшного врага? Если не именно возможность всегда созерцать вот эту божественную любовь. И мы ее должны созерцать в себе прежде всего во взаимоотношениях с теми, которые нам неприятны, во взаимоотношениях с теми, которые ведут себя агрессивно против нас. Потому что христианство по-настоящему познается из нашего отношения к инаковости. А если христианин любит христианина, в этом вообще нету как бы подвига. Мы должны быть больше этого. И если мы не убедились вот теми аргументами, которые были приведены выше, давайте посмотрим, что говорится в послании к римлянам. Пятая глава, шестой, седьмой стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто решится умереть». То есть Христос и пришел в этот мир, чтобы умереть за тех, которых мы считаем нечестивыми. Поэтому, братья и сестры, по-настоящему мы становимся христианами, когда именно скротостью и благоговением относимся к каждому человеку, вне зависимости от того, является ли он конченным грешником или окончательно заблудившимся еретиком. И более того, если самих себя мы не признаем нечестивыми, значит, Христос за нас не умирал. И не к нам приходил он на эту землю. Ибо он приходил в этот мир, как он сам свидетельствует, спасать не праведных, а грешных. Не будем об этом забывать, особенно тогда, когда нам придется свидетельствовать о нашей вере грешникам и еретикам. И это надо делать скротостью и благоговением. Подписывайтесь на библейский портал Акзэгет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok